Мы не раз становились свидетелями того, что у служащих муниципальной полиции в определенных ситуациях прав и возможностей на реагирование меньше не только, чем у полицейских, но порой и чем у охранника в магазине. Наряду с этим обязанности у муниципалов хоть отбавляй. На фоне дорожных пробок, которые усугубили и ремонт нескольких важных улиц столицы, вице-мэры Таллина Владимир Свет и Тан Элькик обратились в Министерство внутренних дел, которое отклонило желание городских чиновников расширить полномочия муниципальной полиции в регулировании дорожного движения. Ситуация вокруг улиц Е-Пронкси поставила вопрос о том, а почему активно некоторые автолюбители нарушают правила пользования полосами для общественного транспорта. И среди прочих замечаний город сказал, что если бы у муниципальной полиции была возможность проводить надзор за этим вопросом, мы бы это делали, и это помогло бы проблему несколько купировать. Права регулировки дорожного движения есть только у государственной полиции, которая испытывает сильнейший дефицит кадров. Казалось бы, выгодное для всех решение. Муниципалы в сложившихся условиях берут на себя регулировку движения, а полиция продолжает заниматься другими не менее важными проблемами и их превенцией. Однако из Министерства внутренних дел на данное рациональное и логичное предложение поступил отрицательный ответ. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Керсти Рингмет сослалась на статью 8 правил дорожного движения, согласно которой право регулировать дорожное движение имеют полицейские и помощники полицейских. Власти Таллина, однако, не опускают руки и готовы и далее добиваться от правительства давно назревшей необходимости расширения полномочий муниципальных полицейских. Наличие проблем, мне кажется, оно очевидно всем. Будь то проблемы с алкоголиками в парках, будь то нарушение общественного порядка ночью, или когда кто-то едет на красный свет, под кирпич, проезжает через пешеходный переход или незаконно пользуется полосой общественного транспорта. Город еще раз подтвердил, что готов вкладывать ресурсы, чтобы муниципальная полиция решила некоторые вопросы правопорядка, на которые у государственной полиции нет соответствующих возможностей. Один, но не единственный из таких вопросов – право МУПО регулировать движение по полосам общественного транспорта. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина.